Пожалуй, это одно из самых важных откровений, данных мне, Духом Божьим, за последние 10 лет моего хождения и с Богом, и исполнения призвания. Мы находимся на рубеже перемен, и сейчас от того, насколько точно мы услышим, что Дух Божий говорит нам, будет зависеть то, насколько мы будем точны в исполнении великого поручения. Шелуха и солома религии будет сдуваема Духом Божьим, и те, кто ощутят это, на какое-то время почувствуют духовную наготу, но это работа Духа Святого. Чем быстрее и четче мы осознаем нашу полную зависимость от Духа Божьего, тем скорее мы сможем приобщиться к движению Бога в эти дни. Итак, Господь проговорил мне, что в это время Он инициирует небывалый голод и пробудет интерес в людях этого мира к духовным вещам. События, которые разворачиваются сейчас на глазах у миллионов людей, будут провоцировать нецерковных людей начать интересоваться духовным миром. И я верю, что это работа Святого Духа, буквально пробуждать Дух людей, и это будет подготовка к жатве. Когда нивы поспели к жатве, перед последним дождем сгущаются тучи, и краски становятся очень контрастными, наводится как бы резкость. Сейчас это именно то, что происходит в духовном мире. Бог наводит резкость для миллионов людей, и уже никто не скажет, я не заметил. Черные тучи уже сгустились, уже слышен запах дождя, воздух наэлектризован, и краски стали максимально контрастными. Люди четко видят, где тьма, а где свет. Я все еще творец, и в эти последние дни я буду творить и создавать новые пути и ключи к сердцам людей с единственной целью — открыть их. И кто вы такие, чтобы судить мои пути и мои ключи? Люди находятся в ловушке религии, и это не их вина. Мое сердце настолько шире. Я хочу вместить такое количество людей, которые вы не можете представить. Моя любовь способна покрыть столько зла и неправедностей. Вы даже не можете представить. Итак, я верю, что Господь говорит. Сейчас приходит время для церкви жить и ходить в почитании и постоянном осознании Божьего Духа, который в вас, на вас и вокруг вас. Это именно то, что будет захватывать людей, окружающих вас. Не яркие проповеди и глубокие откровения, а способность быть носителями атмосферы Царства Божьего, присутствия Духа Божьего и послания о любви и принятии Божьим. А это невозможно без постоянной зависимости от Него и Его Слова. Жатва последнего времени — это работа Святого Духа через нас. Он, Господин, жатвы. Но как мы собираемся это сделать, если не ощущаем нашу зависимость от Него, если не ищем Его путей и Его славы, если допускаем компромиссы и питаемся вчерашней манной, и пытаемся оживить вчерашние стратегии, более того, осуждая тех, кто стремится к послушанию Богу, тех, кто кажется нам странными и несоответствующими нашему пониманию путей Божьих. Кто мы такие, чтобы судить Его пути? Кто мы такие, чтобы давать характеристику, что правильно, а что неправильно, что духовно, а что недуховно? То, что уже начало происходить, не может быть остановлено. Чтобы многим не остаться за бортом движения Божьего Духа, важно уже сейчас проверить синхронизацию сердечных мотивов и следования за Богом в исполнении призвания, в созидании и росте церквей. Господь говорит, я не ограничен стенами церкви, но я все еще привязан к моему творению. Я люблю их, и я хочу, чтобы они были моими. И от моей церкви я жду сейчас послушания. Ваши послания слишком тяжелы и непонятны. Ваши стандарты слишком высоки и неподъемны. Ваши отношения слишком лицемерны, чтобы я мог привлечь людей к вам, говорит Господь. Приблизьтесь ко мне, и я приближусь к вам. Жатва последнего времени — это жатва, где Господин — Дух Святой. Нам важно подчиниться Ему и Его законам. Он знает, как пленить сердца людей, как открыть их. И это будет происходить с нами и через нас. Это будет происходить. В Иоиля 2 глава написано пророчески кровь, огонь и столпы дыма. Дым всегда символизирует славу. Столпы в оригинале переводится как лавина. Это действительно будет лавина Божьей славы, когда люди будут бессильны против уз любви, против присутствия любви, против силы любви. Послушай, хождение в Духе — вот главный секрет, как быть употребляемым Богом и как находиться в авангарде Его воли. Для многих это будет означать расстаться с прежним образом жизни и служения, в которых они находились не один десяток лет. Но Господь будет захватывать их и демонстрировать свою силу, и они не смогут противиться этому. Захваченный любовью будет поклоняться день и ночь. Это станет буквально образом жизни моих людей. И эта атмосфера почитания и поклонения будет захватывать людей этого мира. Их сердца будут готовыми. Они будут удивляться, что от религии не осталось и следа. Послание будет таким простым и таким славным. Мои люди научатся главному — быть носителями моего Духа и моего Царства. Послушай, подобно Петру они будут восклицать, что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса из надреда встань и ходи, будь исцелен, будь спасен, будь воскрешен из мертвых. Время Божьим детям пересмотреть и ответить самим себе, что я имею. Господь говорит, я перевожу моих людей в новое измерение, последние жатвы. Больше не будет чувства долга или чувства вины во время благовестия. Те, кто подчиняется моему Духу, будут с радостью исполнять великое поручение, потому что иго моё легко, потому что, как я не делал ничего от себя, так и они будут делать только то, что услышат и то, что увидят. Я даю мою благодать, я даю мою благодать. Я все еще Господин жатвы, говорит Дух Божий, Дух благодати. Захваченные мной будут захвачены жатвой, потому что это измерение моей славы, чудес, обеспечения и богатства нетленного. Господь призывает своих людей к Нему. Это уже начинает происходить. Тучи сгущаются, в воздухе запах дождя, краски становятся четкими, проявляется разница между служащими Богу и неслужащими Ему. Чины и погоны будут падать в присутствии Господа. И, внимание, самые большие чудеса будут происходить, когда слуги начнут служить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова